Ваше императорское величество, к вам на прием просится президент Соединенных Штатов Америки Джордж Вашингтон-младший, посол турецкого султана, король Швеции и какой-то гусар по фамилии Орло. В каком порядке прикажете принимать? В порядке важностей для империи. Орлов первый. Ой-ой, Марта. Давай, скорей. Ваше величество, рядовой Орлов по вашему приказанию прибыл. А позвольте вас спросить, рядовой Орлов, где-то вы пропадали и чем занимались последние две недели? Последние две недели, Ваше величество, я думал исключительно о вас. Ну что ж, неплохо, поручик Орлов. И что же вы обо мне думали? Я думал, что на всем белом свете нет женщины более прекрасной и более желанной, чем вы, Ваше величество. Вы меня смущаете, капитан Орлов. Я так жаждал этой встречи, Ваше величество. Я считал каждую минуту, каждую секунду. Что вы делаете со мной? Капитан, вы ведете себя как какой-то полковник. Ну, пойдемте, пойдемте, полковник. Скорее уже становиться генералом. Без тебя, без тебя мучусь. И без тебя пропадает моя слависть. И пускай я простой подпоручий. Стать для тебя я готов к генералам любви. Скачки, маневры, дуэли и стычки, Топот с горячих коней. Барышни, танцы, объятья, интрижки, Все для царицы моей. Без тебя, без тебя мучусь. Плачу, сгораю, страдаю, грущу наконец. Без самым, без самым мучусь. Я твоя всадница, ты мой гнидой шеребец. Вылазки, схватки, шальные разведки, Запах ночных лагерей. Мужки, кассеты, лапзанья в беседке, Все для царицы моей. Без тебя, без тебя мучусь. Плачусь, сгораю, страдаю, грущу наконец. Без самым, без самым мучусь. Ты моя всадница, ты мой гнидой шеребец. Без самым, без самым мучусь. Без самым мучусь. Без самым мучусь. Продолжение следует...